Из автобуса сразу в объятия родителей. Эти юные спортсменки не были дома пару недель. А три волейболистки Яна Белоглазова, Полина Косачева и Мария Дорошенко и того больше, целый месяц, который стал продуктивным. Сначала их вызвали для усиления в Нижегородскую сборную, для участия в первенстве России. Там спортсменки были на ведущих ролях и помогли команде завоевать золотые медали. Соперники гораздо сложнее, чем в 2006 году. Сильнее девочки. Ну, все хотят быть чемпионом России, поэтому... Было тяжело. Да. Поэтому все боролись до самого конца. Родители много, все кричат и у всех эмоций вдвойне больше. А затем, уже в качестве чемпионок, девушки присоединились к своей команде, чтобы защищать честь региона на первенстве Приволжского федерального округа. Причем выступала Самарская сборная против соперниц, которые были старше на один год. Однако смогли проявить характер и завоевали серебряные медали. Признаются, мастерством не уступали, а вот соревновательного опыта немного не хватило. Ну, это не так сложно, на самом деле, как кажется. Мы могли выиграть, просто... Чуть-чуть не хватило. Не хватило... Эмоций. Да, эмоций. Больше думать, да, двигаться на площадке. То есть опыта у них просто больше чуть-чуть. Это были заключительные большие соревнования в этом сезоне. Несмотря на некоторые сложности, которые возникли из-за пандемии, тренеры отмечают, что сезон оставил приятное впечатление. А самое главное позволяет смотреть на будущее команды с оптимизмом. Есть стимул работать дальше и показывать свою работу, своих детей, чтобы их заметили. Есть у нас кандидаты, кого могут пригласить в сборную России. Так что я так, в принципе, рада, как тренер. Совсем скоро девушки начнут подготовку к новым свершениям. А пока нужно рассказать о турнирах своим друзьям и родным, отдохнуть, а также набраться сил и эмоций. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.